Заместитель председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской Православной Церкви предложил ввести в школах предмет «Смысл жизни». Наверняка вы слышали об этой инициативе. И мне хотелось бы у вас спросить, а что такое «Смысл жизни» для православного? Я думаю, что не дам однозначный ответ, который удовлетворит всех православных. Потому что, конечно же, это не вот строго очерченные, догматизированные определения. Для меня смысл жизни, наверное, это все-таки многоплановый, конечно. Тут много вмещается. Но это, наверное, достижение спасения. Реализация, если так, может быть, механично звучит, реализация любви в этой жизни. Вот скажите, путь христианина, как мне это представляется, это путь веры. Но вот вера – это инструмент или это цель в жизни человека? Вера, я не думаю, что цель. Все-таки цели у нас стоят другие. Вера – это, скажем, то, благодаря чему мы можем достичь этой цели. Потому что, не имея веры и всех сопряженных с ней вещей и понятий, мы, собственно, не можем ни увидеть цели, ни почувствовать, ни иметь в себе стремление достижения цели как таковой. Вера, причем мы же говорим, что, кстати, апостол Павлович очень много говорит о вере, что без веры Богу угодить невозможно. А вера – это своеобразный дар. И иногда говорим о том, что много в жизни выпрашивается у Бога. Ну, что уж говорить-то, много чего мы просим. И мне хотелось бы поощрить… Ну, это вообще Богу потребительское даже иногда бывает. Мне хотелось бы поощрить многих из нас и сказать о том, что и веру можно просить у Бога, и нужно просить. Кто не верит, но думает, что чем-то он обделен. Есть такие люди. Действительно, есть неверующий человек, атеист, но он что-то, знаете, что-то, какой-то червячок где-то у него есть сомнение. Что-то он понимает, наверное, он в чем-то не прав. Но пусть это будет меньшая часть атеистов, другие там твердокаменные во всем уверены, но есть, я знаю, по личному опыту такие люди. Так вот, обратись к Богу, проси о вере. Тот же совет и тем сомневающимся, которым думающим, с одной стороны, кстати, откликающимся так на какие-то события и чувствующим, что да, хорошо, но в жизни своей, в принципе, живущих абсолютно не по вере. Всем, всем можно просить этой спасительной веры. И Господь, дающий просто, я думаю, что не оставит наши прошения. Вот такие прошения без внимания он не оставит. А знаете, как говорят вот об атеистах, что всякий атеист до первой тряски в самолете? Да, вы знаете, я не слышал этого. Но я думаю, что есть... Вы знаете, от Бога, так сказать, от природы, ну как бы они сказали, есть люди и очень мужественные, которые, мы боимся, что даже некоторых единиц, уже даже и встряска в самолете или качка на море может, знаете, не взволновать, не убедить. Есть такие единицы. Но большинству, конечно же, Господь и в этом открывается. Продолжая тему атеизма, я хотел бы зачитать вопрос одного из наших телезрителей. Я атеист и считаю праведностью соблюдения нравственных норм и норм морали. «Я не чту библейских заповедей, но живу честно. Разве это грех?» Петр Громов, 32 года, Станица Павловская. Да, не грех, конечно же. Да замечательно, умница. Дай Бог ему силы, вот такой его талантов, которые направлены... Если человек думает, человек задумается, понимает, что такое праведность, что такое норма, это уже мы только можем ему аплодировать, так, конечно, чтобы он не возгордился, что такое правильное, я живу честно, как иногда было в жизни. Знаете, можно услышать пожилых людей, с гордостью о себе констатируют подвиги своей жизни. И я такой-то, и я такой-то, и я такой-то, но все это для того, чтобы не сделать чего-то действительно духовного. Вот. Мы переживаем... Дай Бог ему всего самого доброго. Но только-то он говорит, я как там по библейским заповедям, он там чего-то не живет. Я это считаю, и считаю правильностью соблюдения нравственных норм и норм морали. Это не очень мораль главная. Но только все эти нормы морали, можно сказать, они все равно вырастают откуда-то. В жизни человечества они не появляются откуда-то, ни извне. И, боюсь, даже не из голов, а просто хороших людей, таких, как Павел. Вот эта мысль, вот эти заповеди, которые все равно вытекли из библейских, понимаете, и озвучены-то они были еще когда. А почему? Они-то ведь Божьи. Так вот, значит, он осознанно, это не осознанно, пусть отрекаясь, но живет по заповедям. То, что он живет, слава Богу, хотелось бы, чтобы когда-нибудь он в своей жизни еще это осознал. Но все-таки все заповеди вырастают, еще раз повторюсь, не просто из душ человеческих, не просто осознание, как это, безусловно, необходимости. И те заповеди, появившиеся в Ветхом Израиле, это была ведь абсолютная новость. Потрясающая новость. Вы понимаете? Не пожелай жены чужого. Хотя они естественные, эти заповеди. Они естественные. Это чистая мораль. Но сколько пришлось человечеству пройти путь до появления этих естественных, когда Господь дал эти естественные заповеди. Долгий путь. Долгий путь был от человека, быстрый был путь человека от Бога, и долг путь человека к Богу. Но должен заметить, что сама по себе хорошесть, сама в себе хорошесть человеческая, это хорошее основание для новой жизни, но это еще не спасительное. Человек неверующий, наверное, человек обделенный. Вот мне все время вспоминается этот миф о Сизифе в труде, когда бессмысленная постоянно борьба с бытовыми проблемами на нашем уровне. Вот катит он свой камень наверх, а тут постоянно скатывается. И это до бесконечности, пока человек уже не уйдет мирной. Я просто думаю, что для многих в этом и заключается смысл жизни. Чего уж больше. Вот решая бытовые проблемы на уровне, никого не убил, не обманул, и слава Богу. Вы знаете, вот это решение проблем на бытовом уровне, это грустно. Это грустно, неинтересно, а человек не должен жить неинтересно. Он не пришел для того, чтобы грустно прожить эту жизнь. Человек создан для счастья, для радости. А радость это только может дать Бог. Радость это не купить ни за какие ковришки. Это радость поступления твоего ребенка на бюджет не может превысить радость о Христе. Радость получения новой квартиры тоже не может. Новой машине тоже не может. Есть такая радость, есть такое счастье, которым одаривает Бог человека. Но они имеют духовную основу. И только после того, как совершается великий труд в сердце человека, когда человек изменяет свой образ, как говорит Церковь, ветхого человека, древнего, старого, вот именно человека с его страстями, с его сопросами, с его немощами, с его представлениями, только об этой жизни меняет ветхого человека на нового человека, духовного человека. Апостол Павел говорит, что всегда мы наблюдаем такой закон, что плоть воюет против духа. И каждый из нас может на себе этот закон посмотреть. И Павел, который написал, тоже он преодолевает свою меру, пусть без Бога, но своими силами, которых я смотрю, Господь его дарил многими талантами, преодолевает это. И он сам скажет, насколько трудно жить праведной жизнью, просто честной жизнью человеку. И дай Бог сил каждому из нас, Божьей помощи, в том, чтобы действительно достичь праведности, но не только своими силами. А подлинной праведности своими силами достичь невозможно. Это, и этому есть опыт тысячелетний. Я как-то слышал высказывания о праведниках, как о людях слабых, где, сказать, жизни у них не сложилось, придумали себе Бога для того, чтобы как-то утешиться. А вот я богатый человек, у меня там машина, квартира, все есть, жена, любовница, все сложилось хорошо. Зачем мне это нужно? Ну, вы знаете, это просто, как вам сказать, от небольшого ума такие слова, потому что это значит, человек вообще ничего не знает, ну, просто ничего. А от того, что в голове есть, изрекает свои суждения. Конечно же, верили, будут верить, скажем так, не только несчастные. Скажем так, до революции 17-го года мы посмотрим на святых, из них, скажем так, запуганных, безлошадных, нищих, увечных инвалидов, а меньшинство. Меньшинство, и более того, мне, например, кажется, что человек верующий, это как раз человек, который боец. Он преодолевает трудности и препятствия все время, все время доказывает себе и окружающим в том, что он живет со смыслом. Несомненно, при в Таинской Крещении слова «воин Христа Бога нашего». То есть, человек уже рождается на борьбу, но ни с кем, ни с людьми, а с духом злобы, который живет, скажем, существует в этом мире. С искушением, с грехом. Да, с грехом, совершенно верно. И духовная жизнь, иначе называется у нас невидимая брань, духовная брань. Мы воинствуем против, опять, того человека ветхого, который играл в своей душе, в первую очередь, не против нашей окружающей, к совершению нашей жизни мы больше едим своих любимых и нелюбимых, вот, нежели занимаемся тем, что едим себя сами, тем, что мы себя исправляем из скупого, щедрого, из жесткого, нежного, ласкового. А ну-ка попробуем. Вот задача удивительная. Тогда ты уйдешь от этой простой бытовухи, понимаете? Заработал, не заработал, купил, не купил, пошел, не пошел, шашлык получился, не получился, заболел, чуть-чуть получше стало или нет. Тогда ты действительно можешь как-то над собой творить. Ты становишься художником. Никогда не надо забывать, что мы с вами свободные люди. Мы творцы. Мы же идем по стопам своего творца. И значит, в какой-то мере каждый из нас это творец. Каждый. И это дано. И Господь дает инструменты для того, чтобы человек смог себя изменить к лучшему. Отец говорит, я слышал такую фразу неоднократно про жить для себя это растратить жизнь в пустую. Наверное, это фраза об эгоизме, наверное, да, вот себя любви такого вот. Может быть, честолюбие. Но с другой стороны, если Бог внутри каждого из нас, и мы носим частицу Бога, то жизнь для себя это жизнь для Бога в том числе, нет? Вы знаете, мы здесь просто с разных сторон можно смотреть на это выражение. Я бы хотел бы, кстати, отметить то, что есть такое выражение «спаси, наше спасение в руках ближнего». Я хотел бы отметить вот эту сторону. Почему в руках ближнего? Это говорит о том, что когда мы с вами перекладываем акцент своей любви, своих действий с себя, а на ближнего, не тем, чтобы требовать от него совершенства, да, а наоборот, несмотря на его совершенство, подарить ему все, что у меня есть, это невольно или невольно изменяет нас, делает такими же прекрасными, совершенными людьми. И посему, если, бывает так, что очень плохо каждому из нас, очень плохо, и отцы говорят, что в такие минуты вы в первую очередь должны оказать помощь тому, кому еще хуже. А таких всегда найдется тот, кому еще хуже. Да, сегодня, кстати, я был, посетил ЗИП, больницу в ЗИПе, да, и был в реанимационном отделении, посещал человека. И вы знаете, в итоге там было трое посетителей, я и двое те, которых я знаю. И мы изумились тому, что, когда мы ходим по этим улицам, светит солнце, кажется, люди радуются, какие-то свершения, когда мы приходим туда, мы видим, сколько горя, сколько боли. И опять, и слава Богу, что я был сегодня какой-то удивительный день, что мы все собрались верующие люди и в одном месте. Вы знаете, как-то мне не страшно. каждый из них молится. И их любимые знают об этой их молитве. И я думаю, что им становится легче даже в такой тяжелой болезни. Спасибо вам, отец. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова